Передача из цикла «Романсы Чайковского». У микрофона народный артист Советского Союза Сергей Яковлевич Лемешев. Сегодня, дорогие радиослушатели, в нашей передаче прозвучат романсы Петра Ильича Чайковского, написанные им в период 1884-1886 годов. Начинаем мы наш концерт романсом «Скажи о чем в тени ветвей» — стихи Сологуба. Кроме непосредственности и искренности, качества которой, впрочем, необходимы для исполнения любого романса Чайковского, для этого романса нужен еще и очень хороший голос и свободное им владение. Кажется, в словах все очень просто, они жизненные и понятные. Но в пении, в музыке все это гораздо сложнее. И стоит только хоть чуть-чуть где-то потерять исполнительскую увлеченность, как романс сейчас же утратит свое очарование. Именно поэтому я считаю его исполнительски сложным. Послушайте, как этот романс поет Елизавета Владимировна Шумская. Партию фортепиано исполняет Николай Корольков. Партию фортепиано исполняет Николай Корольков. Партию фортепиано исполняет Николай Корольков. Любовь! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Сейчас прозвучат два романса, которые исполняет Иван Семенович Козловский Субтитры подогнал «Симон» 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 Проходя взглянули, может быть. О, если б знали вы, как сердцу счастья много, Дарит другого сердца близость, Отдохнуть у моего бы сели бы порога, Как добрая сестра когда-нибудь. О, если б знали вы, что я люблю, познали, Как глубоко люблю, каким святым огнем Без давних пор мне душу согревали. И, может быть, может быть, Ко мне пошли бы вдом. Еще один романс на стихи Плещеева «Лишь ты один». В этом романсе, или, вернее сказать, в стихотворении, Героиня рассказывает о том, Как он один много хорошего сделал для нее в жизни. Во всех ее горестях и страданиях Он один лишь всегда приходил к ней на помощь. А заканчивается стихотворение такими словами «И никогда меня ты не любил». Этой последней фразой, если читать стихи, То, как мне кажется, она может выразить ему благодарность И даже, может быть, некоторое удивление. Но в романсе эти заключительные слова С таким смыслом спеть невозможно. Чайковский написал музыку так, Что героиня с благодарностью Перечисляет лишь только то, Что он доброго сделал для нее в жизни. Заключительная фраза звучит С глубокой душевной болью, Потому что ей, героине, Не хватает самого главного Его любви. Послушайте этот романс В исполнении Марии Петровны Максаковой Партию фортепиано Борис Юртакин Партию фортепиано Партию фортепиано Лишь ты один В мои страдания верил, Один восстал на лживый Путлю свой И поддержал мой дух Изнемогавшись В те дни, как свет во мне Воролся с тьмой. Лишь ты один Простер мне смело руку, Когда к тебе Отчаяния полна, Пришла я сердцем, Кровью изгибавшим Без жалостной толпой Оскорблена Лишь ты один Мне в жизни Ни мгновенья Не отравлял Один меня щитил Один берег от бурь С участием нежным И никогда Меня ты не любил Нет, никогда Никогда Меня ты не любил Следующий романс На нивы желтые Стихи Алексея Константиновича Толстого Это один из самых Совершенных романсов Чайковского Его давно Принято называть Драматическим монологом Хотя вначале Поэт и композитор Рисует картину Тихого мирного пейзажа Но вскоре В музыке Прозвучат Трагические аккорды И мы встретимся С жизнью Глубоко страдающего Одинокого Человека Роман С на нивы желтые Исполняет Иван Иванович Петров Партия фортепиано Семен Племенч Стучевский Глубоко страдающего Глубоко страдающего Иван Иванович Петров Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душа моя полна разлукаю с тобой Душа моя полна разлукаю с тобой И горьких сожалений А теперь послушайте песни цыганки Стихи Полонского Желая подчеркнуть цыганский колорит песни В фортепианном сопровождении имитирует гитарный аккомпанемент Песня эта прозвучит в исполнении Надежды Андреевны Обуховой Партия фортепиано Матвей Иванович Сахаров Субтитры создавал DimaTorzok Мой костёк в тумане светит Искры гаснут на лету Ночью нас никто не встретит Мы простимся на мосту Ночь пройдёт из позоровок Стих далёка, милый мой Я уйду с толпой цыганок За гибиткой кочевом На прощане шальской мою Ты на мне узлом сини Как в конце её с тобою Мы сходились в эти дни Кто-то её судьбой искает Кто-то завтра сокол мой На груди моей развёжет Пусть она стянутый товар Вспоминай, коли другая Друга милого любя Будет песни петь и края На коленях у тебя Мой костёр в тумане светит Искры гаснут на лету Ночью нас никто не встретит Мы простимся на мосту Мой костёр в тумане Следующий романс Чайковского Вчерашняя ночь на стихи Хомякова Здесь в словах и в музыке Слышится неподдельный восторг Романс звучит как гимн природе Его исполняет Анатолий Иванович Арфёнов Партия фортепиано в исполнении Давида Гаклина Вчерашняя ночь была так светла Вчерашняя ночь Вчерашняя ночь все звёзды зажгла А так ясно Что глядя на холмы и дремлющий лес На воды блестящие блеском небес Я думал О, жить в этом мире чудес Прекрасно Прекрасны и волны и даль степей В прекрасном одежде зелёных ветвей Дуброва Прекрасна любовь с вечно свежим венком И дружбой звезда с неизменным лучом И песен восторг с озорённым пчелом И слава Взгляну я на небо Там твердь ясна Высоко, высоко Восходит она Над бездной Там звёзды живые Катятся в огне И детское чувство Проснулось во мне И думал я И думал я Лучше нам Твой в их ине Над звездной Восторг 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 А теперь послушайте роман Чайковского «Не спрашивай» стихи Струговщикова из Гёте. Этот романс, хоть и редко звучит на эстраде или по радио, однако занимает значительное место в романсном творчестве Чайковского. Давайте послушаем его вместе с вами. «Романс не спрашивай» исполняет Ирина Константиновна Архипова. Партия фортепиано Семён Клементьевич Стучевский. Не спрашивай, не вызывай признанья, Молчанье лежит, но мне печать. Семён Клементьевич Стучевский. Семён Клементьевич Стучевский. Партия фортепиано 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 Семён Клементьевич Стучевский. Современники Петра Ильича часто задавали ему вопрос, почему он не пишет романсов на стихи Пушкина и Лермонтова. На это Чайковский отвечал, что в самих стихах этих великих поэтов так много музыки, что они его, как композитора, что называется, забирают в плен, не дают возможности свободно развернуться его собственной творческой фантазией. Но стихотворение «Соловей» Пушкин написал в стиле русского народного повествования. А мы знаем, что всё народное в искусстве было очень близко творческой душе Чайковского. Потому мы и наслаждаемся теперь, слушая, как удивительно, вдохновенно и правдиво сливается музыка Чайковского со стихами Пушкина. Соловей 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 Соловей